Самая быстрая рубрика и самые быстрые блюда. У меня есть ровно 6 минут, чтобы приготовить горячее, вкусное, полноценное блюдо. Сегодня необычно изысканное блюдо Орзо с мидиями. Ставлю чайник и кипячу воду. Рубрика в реальном времени. Запускай таймер. Отлично. Ребята, сегодня готовим вкуснятину. Это будет паста Орзо с мидиями. Вы давно меня просили научить вас готовить мидии. Смотрите внимательно. Это паста Орзо, это мидиями. Начинаем с первого. Это чеснок. Ароматный, классный, вкусный, крутой. Нарезаем его тоненькими слайсами. На нем обжаривать будем все ингредиенты. Это очень здорово. Дальше лук-шалот. Лук-шалот. Европейцы любят использовать лук-шалот, когда готовят морепродукты. Потому что у лук-шалота... Смотри, в масса сливочная залез рукой. Ах, Санька! Вот. Лук-шалот у него деликатный сладкий вкус. Его за это любят. С морепродуктами круто сочетается. Поэтому используем его вместо репчатого. Хотя, если нет шалота, можете и репчатый использовать. Сотейничек. Масло нагрелось. Отправляем туда лучок. Вместе с чесночком. Вот так вот. И начинаем жарить. Все. Это будет здорово. Мешаем. Теперь для пикантности. Немножечко чили перчика. Вот он у меня здесь. Вот так вот мы его рубим. И все. Мне нравится, когда с морепродуктами легкая пикантность есть. Это здорово. Пару колечек никогда не помешает. Добавили сюда. Дальше все это мешаем. А теперь внимание. Такого вы, возможно, еще не видели. Это паста. Знакомьтесь. Паста Орзо. Орзо. Ну, паста это, во-первых, макароны, чтобы вы понимали, а не зерно. А Орзо с итальянского переводится как перловка, либо ячмень. Короче. И они вот придумали такой вид пасты. Такие, знаешь, вот все какие макароны передумали. И такие думают, а давай еще какой-нибудь вид придумаем. А давай придумаем в виде зерна. Давай. Сделали и все. И стала паста популярная и модная. Вот. Обычно макароны классические варят в воде. И эту тоже можно сварить в воде. Но я делаю по типу ризотто. Как рис вот готовят. Так вот сейчас и готовлю. В этом вся уникальность этого блюда. Следующий продукт. Когда все у нас нагрелось, белое вино. Сухое. Алкоголь выпарится. А деликатный вкус вина, винограда. Вот эта кислинка, которая сочетается с видями, она останется. Выпариваем. Чайничек закипел. А теперь, друзья, по типу ризотто, смотрите, что мы делаем. Мы потихоньку подливаем воду. И потихонечку на медленном огне готовим наше замечательное блюдо. Постоянно подливая воду. То есть вода испаряется. Паста начинает набухать, впитывать в себя влагу. И потихонечку вот так вот частями подливаете. Нужно добиться нужной консистенции. Конечно же, я не забыл про петрушку. Я ее люблю добавлять. Она вкусная, классная, универсальная. Здесь она абсолютно к месту. Вот так вот нарежем веточки. Бросим туда. Вот. А листики оставлю на украшение. Так, порублю их. Чих-чих-чих-чих. Готово. Так, мешаем. Смотрите, впитывается. Еще добавляем чуть-чуть водичку. И еще готовим постепенно. И скоро мы перейдем к самому главному продукту. Это мидии. Мидии – это такой двухстворчатый моллюск. Мидии обитают везде. Во всех морях и во всех океанах. Вот. Часто мидии дикие. Очень часто стали их разводить, ну, как бы в натуральной среде, но специально созданной фермы. Есть такие фермы на Белом море, на Черном море. Да на всех морях есть специальные фермы. Там мидии 100% в экологически чистом районе. Их потом фасуют, продают. И ты точно знаешь, что ты ими не отравишься. Это полноценный крутой белок. Они, конечно, если вы живете на побережье, они у вас есть в таком свежем виде. Вам везет. Если нет, то их очищают, замораживают и продают в магазинах в замороженном виде, как у меня. Но вы не переживайте. Весь вкус натуральный вы не потеряете. Вся классность в них останется. Вот смотрите, когда у нас ризотто, когда у нас паста дошла до полуготовности, добавляем туда мидии. Их перегревать не надо, потому что мидии, это как кальмары. Если вы их перегреете, переготовите, они станут жесткие. Поэтому этого не допустите. Их добавляем, ну, практически там, за минутку до конца приготовления. Дальше еще подливаем немножко водички и готовим. Знаете, как вкусно, да? У нас типа ризотто, но не ризотто. Паста, но не паста. Весь вкус концентрируется там. Правильная консистенция за счет крахмала, пасты. Еще мидии, чили, чесночок, все здесь. Еще на оливковом масле. Обалденно. Ну, что, все. Может, порядочек навести. Петрушечка. В конце это добавим, это добавим, это посыпем. Вот у нас тарелочка. Скуснятина. Сразу добавьте щепотку соли. Можно даже две. Немножко свежемолотого перчика. Вот так вот. Вот она, вкуснятина. И готовим все спокойненько. Смотрите, как шкварчит. Все, сейчас мидии отдают свой морской вкус. Все это перемешивается. Вы знаете, когда итальянцы на побережье делают пасту с морепродуктами или ризотто, они никогда не кладут сыр в эти блюда. А вот не на побережье, когда делают, когда у вас продукты замороженные, либо вот не такие, знаете, не супер свежие, морские, еще живые. А когда они уже прошли какую-то обработку. Вот. Обычно пармезан добавляют, ну или сыр какой-нибудь, и становится вкуснее. Поэтому мы сегодня сыр добавим. Все, практически готово. Еще чуть-чуть. Ух, пикантно получилось. Ох, Санька, а. О, чили остренький оказался. Нормально, мне так нравится. Здорово. Смотри, какая красота. Запах обалдеть. Чесночок, петрушечка, все здорово. Что там? Таймер 20 секунд. Замечательно. Смотрите, в самом конце в это блюдо добавляем кусочек сливочного масла. Вот так вот. Это придаст такую насыщенность, легкую сливочность. Вот, перемешиваем. Сразу снимаем с нагрева, потому что с маслом кипятить не надо. И в конце добавляем туда тертый сыр, о котором я вам и говорил. Здесь он необходим, с ним будет вкуснее. Вот так вот, отлично. Все это перемешиваем. Все, таймер сработал. Я тоже закончил. Сейчас выкладываем. Все перемешиваем. И выкладываем в тарелку. Вот так вот. Смотрите, сначала кажется, что блюдо жидкое. Поверьте мне, постоит минутку, станет гуще. Потому что паста еще в себя впитывает вкус, потому что я сделал ее аль денте. В конце листики петрушки. Готово! Ай-яй-яй-яй-яй, вкусняшка какая! Погляди на это, а! Видите, уже немножко гуще становится. Я мидии обожаю вообще. Я тогда был в Италии. Первый раз я мидии попробовал, понял, все, мое это, мое. Мое. Ой-яй-яй-яй-яй, как вкусно-то, а! Вообще, вот этот морской вкус, вот этот сыр, сливочное масло, все как бы в тему. Пикантность. И такие слегка недоваренные орзотинки. Ну, то есть, макарошечки. Ммм, очень вкусно. Обалдеть. Короче, классное блюдо. Если вы пойдете в магазинчик, найдете этот пакетик мидии замороженных. Они, кстати, не супер дорогие. Можете приготовить такое иногда деликатное, крутое блюдо и удивить свою семью. Готово! Для орза с мидиями нужны паста орза, мидии, белое вино, лук-шалот, чили, пармезан, сливочное масло, чеснок, оливковое масло и петрушка. Порция блюда 98 рублей. Продолжение следует...